Стоит из концентрации ментальной силы, из концентрации энергии, если об этом можно говорить, кто-то об этом говорит на полном серьезе, я говорю на полном серьезе, хотя я не понимаю в полной мере как это происходит. Это концентрация киме в плане полной концентрации физической силы в короткий момент. И, собственно говоря, кэнсэй это способ усилить некоторые эти виды. То есть, а можно сказать даже все, их совокупно сделать более мощными. Потому что когда человек кричит в полусражении, он своим криком ментально воздействует и на себя, и на противника. На себя он себя воодушевляет. Это как очень трудно подняться в атаку. Если это делать молча, все закричали «Ура!», в атаку поднялись и своим же криком себя воодушевили. Это в характере, в общем-то, любой национальности, абсолютной и большинство людей, и я в атаку, это в старые времена, в современные времена, в драке даже уличной, они что-то кричат. Второе – это воздействие на противника. То есть, можно криком вашего противника подавить. Если этот крик неожиданный, внезапный, очень резкий, он воздействует на противника, особенно если он такой, какой ваш оппонент или противник в жизни не встречает и не встречал никогда, то есть, он отличается чем-то, то он обязательно производит весьма внушительное впечатление. То есть, эффект производит очень сильный. Что касается киме, мышечной силы, то крик – это самый мощный выдох. Выдох, он обязательно подключает в себя работу всех дыхательных групп мышц. И делая выдох, мы напрягаем дыхательные мышцы, значит, еще подключаем большое количество, массив большой мышц, которые могут участвовать в киме. Это и межреберные мышцы, зубчатые мышцы, это, конечно, безусловно, диафрагма, это тазовая диафрагма, это мышцы пресса, спины даже, много всего подключается. Что же касается того, какой же должен быть этот крик. Я сказал здесь о том, что крик должен быть такой, для воздействия на противника, чтобы для противника он был не очень сильно знаком. Если вы будете использовать крик такой, который противник слышит часто, я говорю про невербальный концепт, потому что, в общем-то, концепт может быть и вербальный, это какая-нибудь лимбушахирующая фраза или отвлекающая фраза. Я говорю именно про звук. Если это будет чисто голосовой какой-то звук, часть слова, слог какой-то, произнесенный хоть и громко, но в тембрах частот, которые обычно человеком воспринимаются, он не производит такого, скажем так, эффекта сильного. Почему? Потому что это знакомо. Я сейчас наступлю немножко. Именно поэтому на тренировки вообще рекомендуют очень часто кричать кэнсэй, на каждый пятый-десятый раз, или даже на каждое техническое действие. Почему? Во-первых, для того, чтобы научиться кричать, потому что это приходит с опытом. А второе, почему это важно? Потому что люди, находящиеся в зале, они к разного рода кэнсэю, к крикам, они привыкают, и на них уже воздействовать таким образом очень сложно. То есть вы еще не только себя тренируете, а и окружающих людей. А они тренируют, соответственно, вас. Вы как одноглубники должны друг другу помогать в этом ключе. Так вот, что же это за такой крик, который должен воздействовать на противника до глубины души, что называется? Здесь мы обращаемся этим криком к каким-то глубинным структурам подсознания человека, и к его генетической памяти тех времен, когда столкнуться с каким-то медведем, тигром там, слоном или носорогом диким, вполне было реально совершенно, прошу прощения, для любого человека. То есть охотники люди, когда жили, они друг друга пугали точно так же, понимая, ну пытались, по крайней мере, понимая всю мощь этого дела. И настоящий консей, он тоже чем-то напоминает злиный рык. В нем содержатся и инфрочастоты, и ультрочастоты, и частоты среднего диапазона. То есть это такой рокот, да, который сильно воздействует на психику. Очень важно понимать, вот я уже прихожу к технической стороне вопроса, что консей, в общем-то, по сути, по большому счету, не выполняется на грудном дыхании. Сейчас объясню почему. Его можно делать на грудном дыхании, но чисто, как сказать, в бесполезном варианте. В чем дело? Дело в том, что консей в основном-то применяется тогда, когда мы находимся в боевой позиции, в стойке. В такой ли стойке, такой стойке, такой, неважно в какой, но в стойке. И в стойке у нас всегда плечевой пояс, он как бы немножечко зажат. Или в каком-то техническом действии, когда мы его совершаем. То есть, когда плечевой пояс работает, мы не так сильно можем манипулировать тем, что мы раздвигаем грудную клетку, да. Мы наоборот, сдвигаем ее, да, на техническом действии. Мы как бы сокращаемся, сжимаемся. Сжимаем этот боян свой, что называется. Вот. Или в стойке находясь, мы тоже себя определенным образом формируем и не можем делать вот такие действия. Противник сразу просечет наше дыхание. Но это вторая сторона вопроса. В том, что мы будем разрушать свою позицию, если мы грудной клеткой будем работать активно. И поэтому в стойке-то в основном работает диафрагма. Мы работаем на брюшном дыхании. И фактически все дыхание во время кумите и кэнсэй, в том числе, как элемент, который выполняется на выдохе, то есть это часть как бы дыхания, вот, он тоже делается на брюшном дыхании. Опять же, самый сильный постановочный крик, самая сильная постановочная голосовая, в общем-то, работа, она может происходить только на работе с животом. Я по-японски буду хара говорить, да? Хара, пузо, живот. На работе с животом. Оперные певцы, они поют не из груди. Они бы не могли родить столь сильный голос, если бы пели вот отсюда. Они поют из живота. То есть, работая правильно диафрагмой и правильно работая с животом, можно создать то давление воздуха, которое может действительно породить действительно сильный звук. Очень важно заметить сам следующий момент. Да, это я уже перехожу выше, да? Грудь, она, конечно, тоже подключится, потому что мышцы сократившись, они дополнительно, в общем-то, давление в грудной клетке создадут. Но акцент на брюшное дыхание. Поэтому, как минимум, надо научиться дышать животом, да? Сейчас в упражнении я покажу, как это делается, в общем-то. Дальше. Грудь, все понятно. Тоже в упражнении сейчас будет видно. Горло. Горло и гортань. Вот, прочитал я на одном комформе, человек пишет. Кэнсей должен быть без, в частности, голосовых связок. Ему там говорят, ну, это самое, ну как же, все равно же они будут задействованы. А он пишет, а вот у трубы нет голосовых связок, она все равно гудит. Ну, у трубы структуры другие есть, которые позволяют воздуху вибрации создать. Во-первых, это определенная турбуленция, да, вот инструмента самого. И вибрация этих метных стенок или там каких-то других, это вот инструмента. То есть, на самом деле, там аналог-то голосовых связок, он все равно присутствует. То есть, та работа, которую делают голосовые связки, она в инструменте все равно присутствует. Только, понимаете, мы с связками расширяем жиму...